Здравствуйте дорогие друзья, с вами Стасон, специально для охотников, ну и всех кому интересно. Мы делаем небольшой видео обзор пневматического ружья крымского мастера, который живет на Тарханхуте возле маяка. Там мы с ним познакомились и дружим вот уже несколько лет, общаемся, переписываемся, созваниваемся, делимся опытом и так далее. У него своя мастерская и он выполняет ружья разной длины. Одно из них вот у меня в моей коллекции ружей, небольшой пока есть коллекции. Значит это ружье из нержавеющей стали выполнено, вот такая вот ручка из многослойной фанеры. Длину она имеет 65 см, среднерукая, она весит где-то 1,8 кг, 1,9 кг, со стрелой она весит почти 2 кг. То есть это такое тяжеловатое ружье, но из-за своей тяжести здесь нет подброса, она обладает свойствами, такими как тихий выстрел, то есть она не пугает рыбу, она стреляет относительно тихо. Идет такой глухой хлопок и как бы оно, ну из того, что я видел, я видел как охотятся охотники крымские, они почти все с этими ружьями, именно вот с такими. Вот на Тарханхуте я видел много охотников местных, вот они все охотятся с его ружьями. Некоторые охотники охотятся около 30 лет с этим ружьем. То есть это как бы вечное ружье, в принципе его убить, я не знаю, невозможно. И скорее всего этим ружьем можно кого-то убить, потому что оно имеет такой вес, если дать по башке, ну это я шучу, конечно. Но дело не в этом. Значит, что, какие особенности этого ружья? Здесь вот, как мы видим, средняя рукоять. То есть этим ружьем очень удобно доворачивать, если, допустим, не всегда бывает вода, прозрачность, ну не всегда бывает хорошая прозрачность, поэтому бывает мутная вода, где охотиться с длинным ружьем очень тяжело. Поэтому, если надо довернуть, то очень легко, ну развернуть это ружье очень легко, потому что она обладает, ручка посередине. И очень удобно, быстро можно разворачиваться, доводить на рыбу, выцеливать ее, ну и брать. Значит, что я могу еще сказать по этому ружью? Здесь идет пассивный ленисбрасыватель, ну, надо к нему привыкнуть. Охотники уже приноровились, как бы мне не очень нравится пассивный ленисбрасыватель, но можно привыкнуть и как бы нормально. Его можно поменять на активный, ну, на магнитный поставить сюда. Значит, это ружье надо довесить пенопластом, чтобы оно было не такое тяжелое. Ну, многие охотятся без довеса, то есть даже без пенопласта многие охотники охотятся с этим ружьем. И, значит, стреляет это ружье примерно на 4 метра. То есть я видел, как стреляет лобана, спокойно, абсолютно выстреливает на 4 метра, на всю длину линя, без проблем. Оно точное, то есть попадая даже вот в такую небольшую кефаль, спокойно ребята стреляют. Что меня и удивило. Я даже снимал, как они охотятся с этим, у меня есть маленький кусочек. Если я его найду, я попробую вставить в наш обзор. Значит, две стрелы, одна для морской охоты, другая для пресной. Она более тяжелая, более толстая. Ну и способна пробить, наверное, я не знаю, любую рыбу, даже если их в ряд поставить несколько рыб, то я уверен, что она пробьет с легкостью. Здесь идет цельный гарпун, каленый, наконечник, который не откручивается, он идет литой. Заряжалка для такого ружья не нужна, здесь идет насечка. Могу продемонстрировать вот такая насечка. То есть она не дает скольжению руки и удобно заряжать без заряжалок. То есть можно использовать, заряжалку не нужно брать с собой. Вот эта стрела имеет 8 мм в толщине, наконечник еще толще, потому что здесь насечка идет. Но такая стрела, конечно, далеко лететь не будет. Но метра два уверенно можно стрелять с двух метров рыбу большую, ну и с тяжелой броней, так скажем. Гарпун номер два, он идет морской. Я охотился с этим гарпуном, стрелял, он достаточно длинный, вот такой вот. Очень удобно стрелять рыбу на больших дистанциях, там метра с четырех, спокойно. Несмотря на коротенькое ружьишко, 65 см, достаточно метр 3-4, чтобы взять хорошую рыбу, лобанчика, трехкилограммового, спокойно. Без проблем я стрелял на полтора, на два, на кило разных лобанчиков. Я стрелял, но один минус, что для меня очень не подходит, это то, что оно тяжеловатое для меня. Оно меня притапливает, так как я вешу немного и оно как бы топит меня, как дополнительный груз. Поэтому для меня надо его делать немножко, облегчать при помощи пенопласта. Значит, также можно цеплять сюда камеру GoPro. Тоже будет удобно и снимать, делать видеосъемку. Вот такой вот кратенький обзорчик. Мы можем его развернуть вот таким образом, показать вам другую сторону медали. Вот такое ружьишко. Спуск здесь плавный. В принципе, это все настраивается. Если кому-то что-то не может дотачить, расточить и делать более мягкий, закачивается оно примерно 25 килограмм. 20-25. Тут надо смотреть, какая стрела, какая будет охота. Вот такое вот ружье. Многие охотники, как я уже выше говорил, используют это ружье и много лет охотятся с данным ружьишком. Этот мастер делал также на выставке в Киеве. Выставлял разные ружья, разной длины и разной функциональности. Также у него есть в его коллекции ружье с двумя курками и с двумя гарпунами. То есть двухствольное ружье. На выставке там многие были в шоке от увиденного. Но очень интересные модели. На этом мы как бы заканчиваем наш видеообзор. Увидимся с вами в дальнейших наших передачах. Вот такой кратенький обзор. Всего доброго. Следите за нами. С вами был Стасон. Удачи!